Сергей Александрович, прошу максимально кратко доложить. Уважаемый Дмитрий Викторович, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, позвольте вас проинформировать по вопросу объединения всех поселений, входящих в Большоулуйский район, в муниципальный округ Большоулуйский. Представленным проектом закона Края об объединении всех поселений, входящих в состав Большоулуйского района Красноярского края и на деление образовательного муниципального образования статусом муниципального округа, предлагается объединить муниципальное образование Березовский сельсовет, Бобровский сельсовет, Большоулуйский сельсовет, Бычковский сельсовет, Китайский сельсовет, Новоиловский сельсовет, Новонекольский сельсовет, Сучковский сельсовет, Удачинский сельсовет, расположены в границах Большойулуйского района в одно муниципальное образование, наделив его статусом муниципального округа Большойулуйский, муниципальный округ Красноярского края с административным центром в селе Большойулуй. Данное объединение не повлечет за собой изменение границ иных муниципальных образований. Объединение всех поселений, входящих в состав Большоулуйского района Красноярского края, осуществлялось в соответствии с требованиями, установленными в статье 13 Федерального закона от 06.10.2003 года, номер 131 ФЗ. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации для преобразования муниципальных образований с согласия населения, выраженного представительными органами соответствующих поселений и Большоулуйского района, на основе результатов публичных слушаний в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством. Преобразование инициировано Большоулуйским районным советом депутатов в соответствии с решением о выдвижении инициативы объединения всех поселений, входящих в состав Большоулуйского района Красноярского края. В период с 27.08.19 года по 22.10.19 в соответствии с решением представительных органов сельских поселений во всех поселениях, расположенных в границах Большоулуйского района, проведены публичные слушания по вопросу объединения всех поселений, входящих в состав Большоулуйского района Красноярского края. С целью создания муниципального образования Большоулуйский муниципальный округ Красноярского края, жители сельских поселений, входящих в состав Большоулуйского района, заблаговременно оповещены о времени и месте проведения публичных слушаний. Участники публичных слушаний, проводившихся в сельских поселениях Большоулуйского района, большинством голосов выразили согласие на объединение всех поселений, входящих в состав Большоулуйского района Красноярского края, в одно муниципальное образование, имеющее статус муниципального округа Большоулуйский муниципальный округ Красноярского края с административным центром село Большой Улуй. В соответствии с федеральным законом, результаты публичных слушаний носят лишь рекомендательный характер. Заключения о результатах публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, опубликованы в местных средствах массовой информации. Представленными органами поселений, входящих в состав Большоулуйского района, принято решение, выражающее согласие на объединение. 13.11.19 Большоулуйским районным советом депутатов принято решение об объединении всех поселений, входящих в состав Большоулуйского района Красноярского края, выражающее согласие на объединение. После объединения всех поселений, входящих в состав Большоулуйского района Красноярского края, в состав образованного муниципального образования Большоулуйский муниципальный округ Красноярского края, будут ходить все сельские населенные пункты, которые в настоящее время входят в состав поселений муниципального района. Численность населения вновь образованного муниципального образования составит 7370 человек. Территория вновь образованного муниципального образования будет состоять из территории Большоулуйского района, граница будет проходить по внешним границам Большоулуйского района. Административный центр вновь образованного муниципального образования Большоулуйский муниципальный округ Красноярского края предлагается установить в том же населенном пункте, в котором был административный центр Большоулуйского района, а именно в селе Большой Улуй, с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры. Транспортная доступность до административного центра и обратно в течение рабочего дня будет обеспечиваться для всех жителей Большоулуйского муниципального округа Красноярского края в том же объеме, что и для жителей Большоулуйского района. Учитывая изложенное, предлагается преобразовать путем объединения муниципальное образование Березовский сельсовет, Бобровский сельсовет, Большоулуйский сельсовет, Бычковский сельсовет, Кытатский сельсовет, Новоиловский сельсовет, Новонекольский сельский совет, Сучковский сельский совет, Удачинский сельский совет, расположенные в границах Большоулуйского района, и образовать одно муниципальное образование, наделив его статусом муниципального округа Большоулуйский, муниципальный округ Красноярского края с административным центром село Большой Улуй. Прошу депутатов поддержать принятие проекта закона края. Я бы хотел для начала обратить внимание коллег, вот у всех на столе есть дополнительный материал, который распечатан как раз с системой электронного документа оборота, заключение публичных слушаний, которое проводилось в селе Бычки, это Бычковский как раз сельсовет, входящий в состав Большой Улуйского района. И данный документ содержит большое количество ошибок, начиная от того, что здесь сам вопрос, который сформулирован в заголовке, указано не Большой Улуйский район, а Балыпи-Улуйский, то есть какой-то новый, видимо, муниципальный округ, хотя непонятно все-таки какой муниципальный округ предлагается образовать. И в заключении указано, что на публичных слушаниях, которые проходили в Бычковском сельсовете, присутствовали 29 человек, жителей Бушуйского сельсовета, которые находятся по соседству. И вот вообще сама ситуация, когда в законодательное собрание приходят вот такого качества подготовленные документы, она возмутительна, потому что достаточно серьезный вопрос упразднения девяти сельских поселений в рамках Большой Улуйского района. И, собственно говоря, ситуация с подготовкой документов, она очень плачевная. И самое главное, что глава вот несколько раз в своем докладе говорил о том, что публичные слушания носят рекомендательный характер решения, которое на них принимается, но при этом закон федеральный четко обязывает эти публичные слушания провести и в надлежащей форме оформить результаты этих публичных слушаний. Здесь из представленных документов по Бычковскому сельсовету мы не можем однозначно вообще сделать вывод о том, кто принимал участие в данных публичных слушаниях, потому что мы можем об этом судить только из документов. И самое главное, вопрос, который был поставлен на публичные слушания, мы тоже не можем понять все-таки за образование какого муниципального округа обсуждалось на данных публичных слушаниях. Поэтому вот полагаю, что вопрос вот в таком виде, с таким качеством подготовки документов вообще недопустимо рассматривать на законодательном собрании. Документы все эти надо завернуть на доработку и только уже после надлежащего их оформления подходить к существу вопроса по рассмотрению вопроса по образованию муниципального округа в границах ныне существующего Большево-Луйского района. Спасибо. На комитете мы этот вопрос с вами обсуждали. Мы приготовили все изменения. Они находятся сейчас у меня с собой. Если необходимость есть, я прямо сейчас их вам дам. Но это еще говорит о том, что вот такие специалисты работают сегодня в сельских советах. Поэтому мы и объединяемся, чтобы специалисты района, бывшего теперь, могли работать грамотно и предоставлять те документы, о которых вы только что сказали. Я, конечно, могу и покраснеть за наших представителей сельских советов, но что есть, то есть, что написано пером, не вырубишь топором. Сергей Александрович, просто вот в этой ситуации, когда вы из сельсоветов получили и протоколы публичных слушаний, и заключения по результатам слушаний, районный-то совет и глава эти документы видел, вы почему вынесли на заседание районного совета рассмотрение вопроса, в рамках которого были использованы документы, которым явно есть вопросы вообще однозначные с точки зрения их юридической чистоты, качества и техники оформления? Это технические ошибки. Мы не имеем права вносить исправление в те документы, которые переданы из поселений в район. И поэтому в каком состоянии они были, в таком вы их и читаете. Это правда? А что значит, вот вы сейчас говорите, документы переделали? То есть, повторно были публичные слушания проведены в Бычковском сельсовете? Вы же мне задали вопрос, что люди из другого сельского поселения могли голосовать. Мы вам предоставили с росписями личные каждого человека, участвующего в публичных слушаниях. Сомнительно, конечно, вот юридическая ценность этих документов, про которые вы сейчас говорите. Там, если что-то будет не так, то вы можете их подать в суд и оспорить. Спасибо, Эгвар Сергеевич. Я считаю, что вопрос отложения требует для более детального рассмотрения тех документов, которые глава привез с собой. Дополнительно надо их изучить. Экспертное правоуправление им бы оценку дало. А после этого мы бы на законодательном собрании, безусловно, по существу вопроса, его рассмотрели и к нему отнеслись. Предложение прозвучало? Пожалуйста. Да, поддерживаю предложение коллеги. Помимо того, что есть проблема с документами, там есть еще протест прокурора. По Бобровскому сельскому совету, насколько мне известно, и по Новоиловскому сельскому совету. Но если по Новоиловскому сельскому совету, в этом дополнительно, включив административный ресурс, провели повторные слушания, опять же, с большим вопросом я разговаривал с коллегами-депутатами с районного совета Большого Лучского, где были представители других населенных пунктов на этих общественных слушаниях. Соответственно, ставят под большой вопрос общесомнение волеизъявления граждан в Большого Лучском районе по поводу объединения в муниципальный округ. Вы знаете, что я сейчас к Дмитрию Викторовичу обращаюсь, что Компартия Российской Федерации, фракция Закцаморазии, вообще всегда выступала против этих объединений, потому как решают сельские советы депутатов полностью. Я думаю, что нам в любом случае, может быть, не через 2-3 года, а лет через поток придется возвращаться к этим вопросам, потому что, упраздняя сельские советы, не давая возможности людям на местах обращаться к депутатам, мы поимеем потом в итоге административный коллапс в этом вопросе. Поэтому поясните, пожалуйста, по протестам прокурора вот в этих двух населенных пунктах. — Поясняю. Публичное слушание в Бобровском сельсовете правом деле — это так. Прокурор присутствовал на них. Собственно, они были просто сорваны гражданами, которые голосовали против. Ну а потом проводились повторно и нормально провели. Хоть и большинство проголосовало против объединения, но тем не менее, это публичное слушание, они состоялись. — Ну люди-то находились на публичных слушаниях с других поселков, с других территорий. Это один момент. Второй момент. Насколько мне известно, протест прокуратуры Большого Узкого района до сих пор находится на рассмотрении в прокуратуре Красноярского края. — Первый раз слышу об этом. Для меня совершенно не печально. Потому что если бы этот протест был в работе, он бы был у нас в том числе. Но его нет. — Иван Александрович, пожалуйста. — Сергей Александрович, а Вы скажите, количество проживающих сельских советов какое? Вот 7300 — это общее? — 7370 — это все сельские советы, все девять сельских советов. — И Большой Улуй. — И Большой Улуй в том числе. Большой Улуй ровно половина. — Ну сколько? Какое количество людей проживает? — 7370. — Это сейчас Большой Улуй. В Большой Улуй сколько человек? — 4300. — То есть 3000 человек? — Да. — Понятно. — Нет, нет, нет. Почему, Владимир Николаевич? Всего 7370 проживает в районе во всем. Половина из них проживает в Большом Улуе. — Ну. — Коллеги, давайте по очереди. Иван Александрович, я слово предоставил Ивану Александровичу. — Сергей Александрович, достаточно странная, на мой взгляд, даже парадоксальная ситуация складывается вот с этими вот обвинениями вообще. В принципе, я уверен в том, что вот подобного плана обвинения ни к чему хорошему действительно не приведут. И здесь с коллегами я согласен в этом отношении. По большому счету мы здесь просто берем и занимаемся тем, что упраздняем местное самоуправление. Вообще вот слышать такие вещи, как на публичных слушаниях большинство выразилось «за» и в то же время потом в коридорах законодательного собрания встречать депутатов районных, сельских депутатов Большого Улуя, которые приезжают и говорят, что ни в коем случае нельзя, чтобы это произошло. Но давайте изначально вернемся к тому, что депутат представляет мнение жителей, которые за него проголосовали. И когда вот приходит вот такой плановый документ, вот, за подписью девяти депутатов районного совета и депутатов сельского совета, где вот конкретно описано, что, допустим, в частности, в Бобровском сельсовете по данному вопросу «за» проголосовало 39, против 67. На Воеловский сельсовет, на слушаниях присутствовало 96 жителей, за объединение 32, против 61. Ну где здесь абсолютная поддержка, в каком месте она выглядит? И дальше, на основании вышеизложенного просим депутатов законодательного собрания Краснодарского края отклонить инициативу главы Большого Улужского района. Приложение, копия протокола публичного слушания, копия итогового документа, решение Большого Улужского районного суда, копия протокола публичного слушания села Новая Иловка и так далее. Вот вы каким-то образом можете прокомментировать вот этот документ? Да с удовольствием, Иван Александрович. Давай. Вы же не сказали, сколько в Большой Улуй, например, в Большой Улужском сельсовете проголосовало «за» и сколько «против». Вы тогда уж озвучьте все цифры по сельсоветам и будет всем депутатам понятно, что вы из контекста... Вы вернули те, я понимаю, там даже депутаты те, которые не вступили в свои права сейчас, они не являются депутатами. Я не знаю, какие депутаты не вступили в права, здесь вот есть подпись депутаты Большого Улужского районного совета депутатов. И дальше вот... А я знаю, какие там депутаты, они не вступили в свои права, депутатами не являются, поэтому это просто граждане, которые не пришли, может быть, даже на публичное слушание. То есть просто это мнение граждан, которые не стоит учитывать даже, да? Нет, которые не пришли даже на публичное слушание, возможно. Так возможно ли они не пришли? Ну так вы назовите фамилии, я каждого знаю. Так, может быть, тогда давайте мы вот этих вот просто граждан, просто этот вопрос, я вот к вам, Дмитрий Викторович, обращаюсь. Фамилии назовите, у вас есть документ, у меня нет, я же не могу так сказать. Давайте, может быть, тогда мы депутатов этих районного совета, которые, тоже давайте здесь заслушаем, дадим им право сказать, также за трибуной, чтобы принять более взвешенное решение. Я думаю, конечно, депутаты выступят. Александр Владимирович, пожалуйста. Спасибо. Дмитрий Викторович, ну так как докладчик нам рассказывает, я не знаю, он имеет собственное мнение и парирует любое мнение депутата, сидящего в зале, значит, ну, я думаю, если бы маски не было, наверное, с ухмылкой. Да, я думаю, что так себя вести нельзя, если есть отдельные поселковые советы, которые даже отдельные, они говорят о том, что они не желают этого делать, вы не вправе этого не слышать. Вам говорят о том, что есть прокурорский запрос, есть прокурорское рассмотрение, вы говорите, я рад, что вы там знаете, а я не знаю. Вы, я думаю, что себя немножко неправильно ведете в этом зале. Понимаете, вы абсолютно не готовы, значит, и только своим нахрапом берете нас. Не надо этого делать. Я считаю, документы не готовы, и мое предложение, спросить депутата одномандатника по той территории, кто есть, насколько он посвящен и погружен в эту ситуацию, и прокуратуру, сидящую в зале, а не давить на то, что, значит, мы тут готовы, давайте будем голосовать. Я призываю коллег к этому отнестись с мнением, условно, тех поселковых советов, которые, вот мы живем в поселковом совете, проголосовали против, нас объединили, сказали, спрашивать не будем. Сегодня запрос на справедливость, а мы так себя ведем. Спасибо. Давайте, Коля, сначала предложили, Владимир Петрович, пожалуйста, ваш округ, прошу. Уважаемые коллеги, я депутат от этого округа, по традиции, действительно, мы договаривались, что мы выражаем, я выражаю свое мнение, значит, могу сказать следующее, что я тоже посмотрел все документы, знаю, что район провел такую серьезную, скрупулезную работу, как себя там ведет глава, как нравится она или не нравится, но тут уже другая история. Я вообще считаю, что посмотрев эти все документы, послушав главу, понимая некий регламент все-таки создания муниципальных округов, насколько я понимаю, все выдержано правильно. Здесь, может быть, я опережаю профильный комитет, потому что, наверное, Сергей Александрович скажет, потому что профильный комитет подробно осмотрел это, да, и если все, что какие-то противоречия есть, значит, все-таки соответствует закону, то тогда надо следовать в соответствии с законом, потому что где-то, где-то возможно какие-то технические сбои. Это, этот район, это проводит впервые, да, любой район впервые будет там проводить вот это объединение в округ. С точки зрения самого района, я считаю, что для управления районом это очень важно. Важным является вот этот округ, потому что район, как мы видим, чуть больше 7 тысяч населения, 4 тысячи 300 находятся в большом углу и 3 тысячи во всех 8 оставшихся поселениях. Поэтому будет правильно, чтобы централизовать, конечно, все управление этим районом. Поэтому это вот мое мнение, как депутата от этого района. Спасибо. Александр Александрович, пожалуйста. Я вот не согласен, что какая-то польза в принципе может быть от упразднения сельсоветов. Ну, есть проблемы с кадрами. Да, многие люди не верят в выборы, не хотят идти в депутаты. Но это проблемы, которые другими способами-то надо решать, а не ликвидируя местное самоуправление в принципе. А у нас целая кампания развернулась по всему краю, о чем мы неоднократно говорили. Правда, все отрицают. Но вот сейчас мы видим прямо по документам, что сверху рассылались какие-то образцы. И они что в районе, что в сельсоветах, как-то там, значит, некорректно были в итоге заполнены. То есть явная компанейшина, никакой добровольности. Ну и правильно депутат Боченко говорит? Вы посмотрите на главу, как он себя ведет с депутатами. А теперь представьте, как он себя с рядовыми жителями в районе ведет. Конечно, они там проголосовали, кто хотел и кто не хотел. Все проголосовали за что, все надо ликвидировать. Ну, я считаю, что в этом случае... Давайте мы не будем предполагать то, о чем мы не знаем. А почему не будем-то? Давайте предположим... Обвинили главу, что он всех заставил, ну зачем? А давайте предположим... А вот, кстати, Дмитрий Викторович, здесь депутаты пишут о том, что их заставили. Вот в этом письме. Олеги, давайте мы послушаем комитет. Поэтому вот у меня предложение, Дмитрий Викторович, вот в этой ситуации, ну мы должны себя как-то уважать. Понимаете? Что происходит? Раз проголосовали, два проголосовали, три проголосовали. А дальше нам просто уже какие-то бракованные документы кидают. Нате, не нравится там что-то, замечание у вас. Ну мы сейчас там подрисуем, подделаем, еще там кого-то заставим сознаться, значит, чистосердечно, что на самом деле он, да, добровольно проголосовал за самоликвидацию. Но это просто неуважение уже к самим себе. Поэтому по формальным просто основаниям необходимо эти документы вернуть. Коллеги, давайте все-таки слово предоставим представителю комитета. Андрей Петрович, вы настаиваете? Да, настаиваю. Реплику, пожалуйста. Помимо этого, всего то, что сказано коллегами, на самом деле на протяжении полугода этого были обращения депутатов сельских, районных советов оттуда, с большевого, просто жителей, что все проводится с нарушением законодательства. Через колено просто-напросто ломались поселковые советы и на этих общественных слушаниях. Тут коллеги говорят о том, что они впервой там проводят, общественные слушания они проводят уже много лет. И здесь не надо говорить о том, что в первый раз они проводят такое объединение или такие мероприятия. Поэтому там действительно очень много нарушений, на самом деле. И я могу вам сказать, что если мы сейчас примем решение поддержать главу в этом направлении, мы получим там просто социальный взрыв в этом вопросе. Я знаю, что просто многие наши коллеги поедут туда и займутся непосредственно этим вопросом. с выяснением обстоятельств голосования по сельским советам. И мы это услышим буквально, может быть, на следующей сессии или через сессию в законодательном собрании Красноярского края. Мнение людей Большого Устьского района. Спасибо. Александр Владимирович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я не буду повторяться, но мы как орган представительный должны относиться и голосовать за документы, внесенные в установленном порядке в законодательное собрание. К нам документы были не вынесены, должным образом оформлены, и внесены они неправильно. У меня теперь вопрос в этой связи к экспертно-правовому управлению. Можем ли мы голосовать за те документы, в которых нетехнические какие-то ошибки? Это не документ, у нас нет таких сельсоветов, которые указаны в документах. Мы сейчас будем пытаться за них голосовать. Вот у меня вопрос к ИПУ. Можем ли мы к этим документам относиться вообще? Пожалуйста, спасибо. Без сомнения. Проект внесен субъектом права законодательной инициативы, районным советом. Право у него такое есть. Все условия, которые 131 закон выставляет для принятия решения об объединении муниципальных образований, соблюдены. Другое дело, действительно ли эти документы отражают фактическую ситуацию? Ну, собственно, недостатки в документах есть, но препятствий к тому, чтобы принять такой закон, препятствий юридического плана нет. Но это не означает, что его нужно непременно и обязательно принять. Ну, у нас документ, вот, заключение публичных слушаний, он не оформлен надлежащим образом. Это как неправильно оформленный паспорт. Или я что-то не понимаю? Нет. К паспорту есть очень строгие требования по оформлению. К итоговому документу публичных слушаний есть требования, установленные уставом того муниципального образования. Как правило, эти требования минимальные. А там, действительно, в каком-то из сельсоветов, действительно, или опечатка, или, возможно, та версия, которая здесь уже звучала, да, случайно или не случайно указаны жители другого сельсовета. Это так. Мы все это выявили и показываем. Но даже это не является, ну, в дальнейшем формальным основанием для, ну, скажем, оспаривания закона в случае принятия. Здесь дальше вопрос, ну, усмотрение. Нужно ли в этих обстоятельствах принимать закон или нет, это решают депутаты. Понятно, спасибо. Марина Ивановна, пожалуйста. Я очень коротко. Дело в том, что в этом созыве все чаще и чаще слышно к нам обращались, нам писали очень много такого голословного, что у меня вызывает просто какое-то удивление. Есть ли люди, которых заставили, я не знаю, под чем можно заставить депутата сельсовета, если он работает не на постоянной основе и приходит работать, осуществляя свою общественную нагрузку. Если его заставили под воздействием каких-то угроз, то тут же заявления об этих угрозах поступают в правоохранительные органы. Это первое. И второе. С какой стати наши коллеги-депутаты берутся за себя, оставляя за собой право принимать жалобы и разбираться. Если разбираются, то заканчивается это тоже каким-то документом. И самое главное. Если люди, проживающие в данном муниципальном образовании, не согласны с тем, что делает районная власть, то первое, что они делают, обращаются в профильный комитет, либо к председателю законодательного собрания с просьбой быть выслушанными на профильном комитете при принятии решения и разрешении вопроса на сессии. Поэтому я считаю, что столько голословных слов депутаты, имеющие в своем арсенале двух помощников с юрообразованием, допускать не должны. А если есть документы и обращения, будьте любезны, точно так же раздайте их при решении данного вопроса. Спасибо. Спасибо, Марина Ивановна. Коллеги, я предлагаю все-таки слово представить профильному комитету, чтобы он нам дал пояснение по этим выступлениям. Пожалуйста, Сергей Иванович. Постараюсь дать пояснение. Начну с того, что было названо компанией или компанейщиной. У нас в Красноярском крае год назад было 44 муниципальных района. Три из них своими решениями, и мы их поддержали эти решения, преобразовались в муниципальные круга. Большоулуйский район – это четвертая попытка, то есть четвертая из 44. Я предлагаю посмотреть на опыт Пермского края и понять, что такое компаниейщина и центрально выстроенная компания по преобразованию муниципальных районов в округа. То есть мы по сравнению с ними – это просто верх деликатности и аккуратности в реорганизации муниципальных образований. Никто никого не заставляет, никто никого с краевого центра ни к чему не подталкивает. Мы идем в этой части очень аккуратно. Это первое. Второе. То, что касается отношения комитета. Комитет поддерживает принятие данного законопроекта, преобразование округа. И здесь, в общем-то, позиция очень простая в соответствии с предоставленными документами, в отношении которых нет каких-либо противоречий для принятия данного закона. В соответствии с тем, что выражено совершенно точно мнение представительного органа муниципального образования, что является ключевым. Здесь я согласен с Владимиром Петровичем Демидовым. Нужно действовать именно в соответствии с буквой закона. Это порядком. Опираясь на те мнения, те документы, которые есть, комитет понимает, что они отражают волю жителей. Мы приняли решение поддержать данный законопроект. То, что касается, скажем, ходоков, которые сейчас присутствуют в коридорах законодательного собрания, я с этими людьми так вот на коротке познакомился ровно за две минуты перед тем, как началась сессия законодательного собрания. То есть они просто подошли, и даже возможности посмотреть нормальные документы у меня не было, не говоря о том, чтобы провести и послушать их на комитете. Их не было раньше. Я хочу сказать, что в любом случае реорганизация – это болезненный процесс. Будь то это маленькое муниципальное образование, небольшое поселение, где что-то мы там объединяем, либо это округ. И всегда, конечно, будут недовольные. Но тут без этого никуда не деться. Всех согласных в этом процессе просто технически быть не может. И опять же здесь я апеллирую к тому мнению, которое коллеги озвучили. Мы должны опираться на какие-то строгие принципы. А строгие принципы – это достаточность оснований для принятия решения и четко выраженная воля в соответствии с законом. Все это есть, поэтому я предлагаю поддержать, выражая мнение комитета. Уважаемые коллеги. Коллеги, давайте проголосуем уже и снимем этот вопрос. Дмитрий Викторович, можно вопрос к комитету? Пожалуйста, очень кратко. Пожалуйста. Сергей Александрович, вы сказали о том, что, реагируя на слово «компонентщина», я понимаю, что это не тактично, но вы привели пример как субъекта федерации. Все-таки у нас есть какая-то цель, программа по объединению? Или все-таки мы будем получать условно в скобочках инициативу с мест об объединении? То есть если есть какая-то программа, ее нужно раз и навсегда озвучить по принципам, по критериям, которым мы решили объединить. Ее придерживаться. А называть инициативу жителей и граждан, которая в принципе отсутствует, ну это нелогично. Мы же это слышим и узнаем. Спасибо. Никакой компании нет. Это единственный мой ответ. Нет такого плана, нечего озвучивать здесь или на какой-то другой переговорной площадке. Сергей Александрович, вы сейчас сказали по поводу муниципальных урагов. Это сейчас объединение. Хорошо. А что вы держите законопроект ЛДПР о прямых выборах глав городов и районов? Что вы? Вы достаньте его из заначки. Давайте его рассмотрим и примем. Хорошо. Вы сейчас объединение проводите, сельские поселения все объединяете. Но главы-то у вас все, те же остаются. Те же все остаются. Денис Геннадьевич, давайте мы посуществуем вопросы. Главы муниципальных округов прямые проводите. Вы этого не хотите. Спасибо. Уважаемые коллеги, я ставлю вопрос на голосование в первом чтении. Прошу внимательно голосовать. Все определились с отношением к этому вопросу. Голосуем за первое чтение. Пожалуйста. Так, решение не принято. Понятно. Я так понимаю, что, да, я так понимаю, что, соответственно, следующий вопрос, 24-й, он у нас... Есть ли смысл, вы рассматриваете, Сергей Александрович? Пожалуйста. Да, соответственно, 24-й вопрос также, коллеги, в связи с результатом голосования. Мы пропускаем. Прошу присаживаться. Спасибо. Можно одно слово? Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, вы сегодня просто проигнорировали мнение депутатов, которые проголосовали за в большинстве своем. Я просто вот не понимаю, почему такое отношение к районным депутатам, к сельским, которые в большинстве своем, все сессии проголосовали за. Ну, непонятно. Уважаемые коллеги, у нас 5 человек, кто не голосовал в зале. Я сейчас попробую озвучить, кто не голосовал. А это уже, кстати, не первый вопрос, по которому по 4, по 5 человек просто не голосуют. И что у нас за свободное гуляние по залу? Юрий Александрович, вы не голосовали? А зачем мы выясняем? Коллеги, я спрашиваю только потому, что перед началом работы у нас была проблема с техникой. Я вот... Коллеги, ну, подождите, вы мне отказываете в праве задать вопрос, есть ли технический сбой. Коллеги, я задаю вопрос, если кто-то проголосовал, но не... Нет, а что, катастрофа произошла? Предложенный законопроект, что ли, не принялся? Коллеги, я о чем? Если у кого-то машинка не работает, скажите мне об этом сейчас. Мы еще раз пришлем специалистов. Дмитрий Викторович, ну вы чем сейчас занимаетесь-то? Вы пытаетесь, что ли, любой ценой протащить этот законопроект? Александр Александрович, я не говорил о том, чтобы менять каким-то образом результаты. Я сейчас спрашиваю, у всех ли работает техника. Никто не заявил, что у него не работает. Зачем вы спрашиваете? Коллеги, ну не отказывайте мне в этом вопросе, Александр Александрович. Я задаю, потому что действительно вижу, что у нас есть группа, у которых... А я вижу, что вы лоббируете конкретный закон. Прекращайте этим заниматься. Вы ошибаетесь, Александр Александрович. Да. Коллеги, коллеги, я выборочно задал вопрос. Подтвердил человек, что он не голосовал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова